Всем привет! Вы на канале Морос Хант. Меня зовут Игорь и друзья называют меня Морос. Сегодня у меня на обзоре чучела криковой утки фирмы Хигдон. Это относительно молодая американская компания, которая была основана двумя братьями. В настоящий момент бизнесом продолжают заниматься их сыновья. Эта фирма специализируется на производстве амуниции и экипировки для охотно-водоплавающую дичь. В их ассортименте довольно большое количество плавающих, полевых и механических чучел. Уток и гуси различных пород. Сегодня у меня, как я говорил, на обзоре криковые утки. Я постараюсь вам вкратце все объяснить, что к чему, чем они отличаются. Вся ринейка, которая сейчас официально представлена на нашем рынке. Давайте начнем. Начнем мы с самого маленького размера. Это утки кряквы размером стандарт сайз. Вы можете посмотреть их размерчик. Бывают двух видов. Они абсолютно две идентичные. Бывают с пеной и без пены. Отличить их по весу и по внешнему виду абсолютно невозможно. Единственное, что я нашел отличие, если вот так пытаться продавить их, те, которые пенонаполнены, они совершенно не проминаются никаками. А вот эти можно немножко чуть-чуть продавить. Вот и все отличие. Так они абсолютно идентичны. По весу, повторяюсь, они ничем не отличаются. Помимо стандартных наборов, которые входят по четыре селезня и по две утки, есть еще набор, так называемый ранний сезон, который полностью комплектован только утками в разных позах. Вот такие вот уточки я могу показать. Смотрите на них. По такому же принципу они существуют как с пеной, так и без пены. Позы бывают разные. Кормящиеся, отдыхающие, как в данном случае у меня утка. И такие, как селезень, плавающие. Это, я повторяюсь, самый маленький размер. Двигаемся дальше. Следующий размер называется full size. Это утки более крупного размера. Вот уточка, пожалуйста. Я вам покажу в сравнении сразу же, чтобы вы видели, чем отличаются размеры. И вот селезень. Вот такой вот. Вот вы можете посмотреть в сравнении. Я вам сейчас покажу их спинами. Вот так. Такие утки бывают как с пеной, так и без пены. Едем дальше. Самые большие, самая топовая модель, самые большие утки. Размер Magnum. Смотрите, насколько они больше. Смотрите, в сравнении с full size уткой. Вот я вам покажу спинами. Вот так. И насколько больше, чем стандартный размер, стандарт size. Смотрите. Вот видите. Ну, естественно, и по весу они существенно тяжелее. Значит, они бывают только пенонаполненные. Без пены таких уток не бывает. Головы съемные, поворотные. У селезней головы флоковые. Полностью флокированные. Посмотрите, как это все выглядит. Еще раз повторю. Это размер Magnum. Самая топовая модель, которая есть у Хигдона. Которая сейчас представлена на нашем российском рынке. Это был селезень. И теперь давайте я покажу вам утку. Размер Magnum. У утки тоже голова съемная. В комплекте идет 4 селезня в различных позах. И 2 утки. Одна утка вот такая с поворотной головой. Одна целиковая, кормящаяся с поверхности. Вот я вам покажу в сравнении. Чтобы вы могли посмотреть. Размер стандарт size. Это Magnum. Давайте я еще раз бегло повторю. Самый маленький размер стандарт size. Бывает с пеной, без пены. 4 селезня, 2 утки. Также могут быть размер только утки. С пеной или без пены. Только 6 уточек в комплекте. Следующий типоразмер. Full size. Это чуть-чуть крупнее. Бывает с пеной, без пены. Точно так же. И бывает также 2 комплекта. С пеной или без пены. Только утки. По 6 уток в разных позах. Самая топовая. Самая крупная. Модель Magnum. Отличается тем, во-первых, размером и весом. Второе. Съемной поворотной головой. Полностью флакированной усилий. К сожалению, самая-самая топовая модель, которую представлены на сайте компании Higdon. Которая называется Battleship. Или в переводе Lincor. Не поставляется на наш рынок. Мне было, конечно, очень интересно ее посмотреть. И я надеюсь, что какое-то ближайшее время постараюсь ее заполучить на обзор. Вообще, в отношении пенозаполненных вещал хочу сказать следующее. Это особенность, некий такой тканек фирмы Higdon. Они первые стали это делать. В настоящий момент уже все уважающиеся фирмы, все серьезные производители на рынке выпустили точно такие же пенонаполненные чучела. С точки зрения их практичности, ну, хочу сказать следующее. Прежде всего, они ориентированы на профессиональных охотников и аутфитеров. Людей, которые организовывают охоты. К ним приезжают гости, охотятся. Ну, вы сами знаете, как в нашей стране это зачастую бывает. Господа приезжают, отдыхают, потом стреляют, не жалеют ни дичь, ни себя, ни чучела. То в этом случае пенонаполненные чучела, они абсолютно не боятся попадания дробин. Ну, в этом случае это абсолютно оправданно. Если же вы охотитесь сами, особенности, если вы охотитесь там буквально с десятком чучел, несете их на себе, проходите через заросли камыша, то, на мой взгляд, это не совсем оправданно. Потому что, например, в маленьком размере пенонаполненный чучел ничем не отличается от такого же пустого. Но вот если вы пойдете уже в размеры покрупнее, то здесь вес будет ощущаться гораздо серьезнее. Может быть, еще одно применение полезное. Если вы ставите очень большие присады, то может случиться такая ситуация, что битая птица падает прямо в середине присады и вам надо ее добирать экстренно. Да, вы можете. Но все равно, мне кажется, всегда можно постараться, по крайней мере, себя сдержать и не стрелять по своим чучелам. Поэтому, в принципе, решайте сами. Но если вы посмотрите на разницу в цене, она очень незначительная. Там, может быть, в районе 300-400 рублей могут отличаться в цене чучела с пеной или без пены. Поэтому, на мой взгляд, возможно, эта опция не так плоха, тем более, если для вас вес не так важен. На этом у меня все, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. С вами был Морос. Увидимся.